Голландия готова сказать да. Власти этой страны, вопреки мнению большинства жителей, скорее всего, одобрят ратификацию соглашения об ассоциации Украина с ЕС. Что заставило политиков проигнорировать мнение электората? Подробнее Елена Зорина. Ничего личного, только бизнес. Не успели еще нидерландские политики проголосовать за ратификацию соглашения, а эксперты уже подсчитали. Это принесет стране существенную прибыль. Речь идет о почти 200 миллионах евро. Экспорт из Нидерландов в Украину может утроиться, вырасти вдвое. Благодаря зоне свободной торговли может и украинский импорт. Голосование по ратификации должно состояться завтра. Накануне в ГАДе обсуждали все плюсы и минусы решения. Сказать да, Украине готовы большинство голландских парламентариев. По крайней мере, это следует из их заявлений. Но голосование в Нижней Палате парламента это еще полпути. Ратификацию должен поддержать Сенат. А здесь все может затянуться из-за грядущих парламентских выборов в стране. Они состоятся 15 марта. Сейчас в лидерах евроскептики из партии Свободы. Именно они в прошлом году активно продвигали идею референдума, который и заблокировал ассоциацию с Украиной. До того часа еще может много остаться разных подействий, которые могут ускорить ситуацию для тех, кто выступает в владе Нидерландии за ратификацию. То есть сейчас все больше развертается в поперечность Европы с приводом внутренней иммиграции и то, что... И сегодня же стало известно, что послы Евросоюза утвердили механизм приостановки безвизового режима. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Рикард Йозвяк. В понедельник, 27 февраля, свое слово должны сказать и министры ЕС. Для Украины это означает лишь одно – финишная прямая. Ведь после утверждения нового механизма наша страна может получить долгожданный безвизовый режим с ЕС. Ранее глава украинского МИДа прогнозировал, что окончательное решение ожидается до конца весны нынешнего года. Елена Зурина, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.